Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим о теплицах, о том, как за ними ухаживать зимой. Все вы знаете, что теплицы бывают пленочные, это уже как бы считается прошлый век, вещества очень распространенные поликарбонатные теплицы. И вот мы как бы наслаждаемся этими теплицами, но за этими теплицами, чтобы они долго прослужили, необходимо ухаживать. Ну давайте будем разбираться всего в аппаратку. Ну, пленочные теплицы желательно зиму раскрывать, даже если у вас долголетняя пленка. Почему? Долголетняя пленка под морозом, мороз, солнце яркое, весеннее, идут колебания температуры, она может лопаться. И поэтому она может своих характеристик, если она там гарантирует, что 2-3 года простоит, она может не простоять. Лучше ее снять, а весной накрыть по новой. Это один момент. Во-вторых, что пленочные теплицы имеют тот плюс, большой, конечно, неоспоримый, что сняв пленку, будет поступать и мокричных, и дожди, и туманы, все будет садиться в вашу теплицу. Почва будет увлажняться, это раз. Второй плюс из пленочной теплицы в том, что она раскрывается полностью, а значит, есть болезни, споры болезней, там яйца вредители, сами вредители, от низких температур будут погибать. Значит, эта теплица более чистая, будет в фитосанитарном отношении. Поликарбонатная теплица, конечно, более защищена. И она плюс самой неоспоримой поликарбонатной теплицы, что ее не надо накрывать ежегодно. Это раз. Во-вторых, поликарбонатная теплица имеет то свойство, что она весной рано програется. Гораздо раньше пленочной теплицы. На солнечном обогреве она прогревается гораздо раньше. Поэтому любые работы по посеву семян, выращиванию рассады можно начинать раньше. Но минус поликарбонатной теплицы в том, что, во-первых, поликарбонат зеленеет. Я думаю, что с осенью вы уже помыли. Вы его помыли. Если вы еще это не сделали, значит, есть оттепели. Оттепель постарайтесь помыть. Особенно внутреннюю сторону. И не только помыть, но и продезинфицировать. Мыть теплицу что? Любое моющее средство. Будь то паста, порошок стиральный. Любое моющее средство пойдет мыть. Но не забывайте, что на внутренней стороне теплицы, кроме того, находятся также споры различных болезней и могут яйца-вредители зимовать. Поэтому обязательно, что сделайте? Добавьте дезинфицирующий раствор. Ну, самое доступное, что вы можете сейчас с дезинфицирующих растворов взять, это белизна. 100 грамм белизны добавляем, независимо от того, сколько мы добавили мыла, на 10 литров воды. Этим раствором мы промываем. Но сразу предупреждаю, что, смотрите, промыли, и не надо споласкивать. Пусть раствор остается... Некоторые скажут, что не совсем чистый у нас поликарбонат. Ну, он будет не совсем чистый. Вы можете сполоснуть его весной, но будут остатки наших моющих средств сохраняться на поликарбонате. А это не нравится спорам болезней и яйцам-вредителей. Они не будут откладывать, если вдруг случайно они станут ползать по нашей теплице. Ну, также теплицу необходимо и снаружи. Помыть и снаружи. Этим мы повышаем светопрозрачность нашего поликарбоната. Ну, далее, опять же вопрос. Открывать ли на зиму форточки? А вот форточки открывать на зиму не очень желательно. Почему? Любая форточка – это как бы парусность, распарусность. Значит, ветер будет... Сквозняк в теплице появляется. И наш поликарбонат, ну, начиная, сами понимаете, ветер, щели, и начинает как бы его поднимать, дергать это самое. Его, конечно, не сорвет поликарбонат, но, тем не менее, не надо создавать лишнюю нагрузку на этот материал. Если теплица будет закрытая, более герметичная, значит, поликарбонат вам прослужит, так, как его рассказывают производители. Следующий нюанс, что необходимо помнить. Значит, теплицы поликарбонатные бывают по своей конструкции нескольких видов. Бывают социнкованные трубы и бывают из полосы. Так вот, теплицы, которые находятся с полосы, которые делаются из полосы, значит, они менее устойчивы к снеговым нагрузкам. И во время, значит, когда обильно снегопады, эти теплицы могут просто-напросто прогнуться. Поэтому, если у вас из полосы, независимо от расстояния между этими полосами, значит, обязательно сделайте подпоры. Подпоры делаются из деревянных столбиков. Деревянных, ну, если есть возможность, то можете и железные поставить столбики, ужать так, чтобы это сам под снегом, это не село, чтобы ваша теплица не села. Теплицы, которые сделаны из трубы металлической, есть расстояние 60-80 сантиметров между арками, и есть поперечные арки, значит, такие теплицы в подпорах не нуждаются. А вот, если расстояние уже больше метра, значит, опять тоже надо предусмотреть подпоры, чтобы ваша теплица не прогнулась. Сделайте так, ваша теплица будет, ну, сохраниться в первозданном виде до самой весны. Вот, ну, зимой все-таки полезно даже с теплицей, которые и усилены, как бы такая вот, ну, усилены теплицы. Тем не менее, снег 6-час. Для этого воспользуйтесь пластмассовой лопатой, благо, еще раз хватает с длинной ручкой, и постарайтесь по возможности сбрасывать снег с теплицы. Не создавайте излишнюю нагрузку на поликарбонат. Ну, этот снег куда надо? Снег сбрасывайте с теплицы, и вот здесь поймите, что теплица ваша подполикарбонатом, она герметичная, влага туда не поступает, и 30-сантиметровый слой почвы просто-напросто пересыхает. Поэтому этот снег, то, что сбросили с крыши, постарайтесь открыть дверку и занести в теплицу. Сыпьте, не жалейте, слоями 10-20 сантиметров, сколько у вас получится. Он расстает со временем, как бы моть, потом опять добавлять. Добавляя в теплицу снег, значит, вы гарантируете того, что она не пересохнет, и вас на следующий год придется меньше поливать, потому что сухую землю размочить после зимы бывает очень трудно. Если вы учтете вот эти советы, что я вам назвал, значит, ваша теплица прослужит. И теплица прослужит долго, и у вас будет меньше вопросов по борьбе с болезнями и вредителями. Вам хороших урожаев, не забывайте о своих теплицах. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова